По итогам своего семинара по качеству медицинских услуг, которые я проводил во Владивостоке, в моем блоге я дал некоторые комментарии, в том числе посвященные Медицинскому Центру Дальневосточного Федерального Университета, потому что его представитель также принимал участие в работе семинара. Появилась новая информация о Медицинском Центре, и я считаю необходимым довести свою точку зрения на развитие событий. Ну, во-первых, Медицинский Центр будет очень хорошо упакован высокотехнологичным современным дорогостоящим оборудованием. Соответственно, его нужно обслуживать. Возникнет переток кадров из общественного здравоохранения Приморского края на работу в данный Медицинский Центр, при условии, что заработная плата в нем будет достойная. А то, что условия труда там будут несоизмеримо лучше, чем в общественном здравоохранении Приморья, я думаю, никто спорит со мной не будет. Но вторая составляющая, которая представляется мне более главной, это использование высотехнологичного дорогостоящего медицинского оборудования. Частная система здравоохранения сразу бы сосредоточилась на этом вопросе. А вот чем будет заниматься общественное здравоохранение в лице руководства данного медицинского центра, построенного на федеральные деньги? Те квоты, которые, несомненно, будут представлены медицинскому центру за счет курации центра и университета господином Шуваловым, позволят медицинскому центру некоторое время продержаться на плаву. Но со временем квоты исчезнут. Их всегда не хватает. И тогда медицинскому центру нужно будет зарабатывать деньги на свое содержание. А денег у граждан, которые готовы оплатить медицинскую помощь в этом центре под тем тарифом, которые наверняка будут немаленькие, однозначно нет. Я думаю, что едва ли близлежащие регионы Китай, Япония, Корея своих пациентов будут направлять для лечения в медицинский центр Дальневосточного федерального университета. Потому что у них со своей медициной все нормально. В результате дорогостоящее медицинское оборудование медицинского центра, скорее всего, будет простаивать. Я бы очень хотел ошибиться в своем прогнозе. И если это будет не так, я буду только рад. Значит, в общественном здравоохранении появились нормальные, грамотные управленцы. Время покажет, насколько верен мой прогноз.